Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех граждан Украины, всех сочувствующих борьбе нашей страны за независимость, за свободную жизнь, за выживание. Сегодняшний эфир, короткий эфир, я хотел бы посвятить некоторым аспектам психологии войны. Всем сейчас, всем нам очень тяжело. Кто-то потерял близких, кто-то потерял имущество, кто-то потерял источники к существованию. Сложно представить людей, которые даже были очень успешны до войны, которые сейчас хорошо себя чувствуют. Война коснулась каждого. И в этой ситуации самое важное, я хотел бы дать свое видение, так как в юные годы мне пришлось пережить все то, что я переживаю заново сейчас, в другом состоянии, в других обстоятельствах. Я хотел бы всем пожелать непреклонной воли внутри себя. Если каждый из нас не начнет помогать самому себе, поддерживать самого себя, не сможет отказаться от того, что он потерял, что бы это ни было, придется очень тяжело. Человек – это такой биологический механизм, который очень важен от настроя. Необходимо настроиться на то, что надо выжить. Нужно забыть обо всех возможностях, статусах, связях, обидах, сожалениях. Жизнь очень безжалостна. Самое главное – собраться и непреклонно помогать самому себе. Весь смысл жизни не только человека, но любого биологического организма на Земле заключен в выживании. Нельзя никогда связывать себя с вещами, с какими-либо финансовыми инструментами, как бы это ни было тяжело. Мы все приходим без одежды в этот мир и уходим из этого мира без одежды. Поэтому самое главное, что может спасти каждого из нас – это уверенность и это анализ ситуации и принятие правильных решений в том месте, в котором мы находимся. Есть ли шансы на выживание или их нет? Необходимо их увеличивать. Всегда необходимо бороться до конца. Это единственный выход. Никогда нельзя сдаваться. Наша жизнь очень ограничена во времени. Человек обязательно рождается и обязательно умирает. Нельзя умирать в процессе, когда ты жив. Смерть придет сама собой. Необходимо бороться и жить. Вселенная – Господь помогает тем, кто борется. Нельзя сдаваться. Нельзя сдаваться. Нельзя отчаиваться. Нельзя проявлять слабость. И даже когда нету сил на что-либо иное, постарайтесь хотя бы на небольшую толику победить себя. Самая главная победа – победа над собой. Спокойствие и уверенность максимально. Нужно стараться себя побеждать. Плохо себя чувствуете. Постарайтесь с помощью физических упражнений, если это возможно, привести себя в лучшее состояние. Нет возможности совершать какие-либо физические упражнения, а это единственный способ избавиться от стресса. Старайтесь психологически приводить свой организм в состояние качественной уверенности. Может, вы не будете спокойны, но уверенность ломает любое беспокойство. Вам плохо? Делайте те физические упражнения, которые возможны в вашем состоянии здоровья. Единственный способ побеждать – это активность. Активность, в том числе физическая. Тяжело – делайте еще. Проблемы, болезни, плохое здоровье можно переломить только противоположными усилиями, а движение – это жизнь. Двигаясь, вы будете выздоравливать и побеждать также. Двигаться лучше, чем не двигаться. Я много посвящал времени исключительно военным обзорам, геополитическим обзорам. Но есть важные составляющие нашей жизни, наше выживание, как отдельного индивидуума, как группы лиц, социальных групп, которые называются психологической уверенностью. Психологическая уверенность находится внутри нас. Это не деньги, это не имущество, это не дружба, это не связи. Никто не может отобрать у нас возможность быть уверенным или быть неуверенным. Поэтому лучше быть уверенным. Сделайте шаг, будьте уверены в себе. Вопреки всему. Когда вы победите себя, вы победите окружающий мир. Будьте уверены, не сдавайтесь, не отчаивайтесь. Самое простое, что можно сделать, это отчаяться. Самое простое, что можно сделать, это опустить руки. Для этого не нужно много усилий. Но это совершенно ничего вам не даст. Говорю, исходя из своего опыта. Говорю, исходя из того, что прожил сам и проживаю сейчас. Есть такой принцип в спецназе. Не отступать и не сдаваться. Экономить свои силы. Если вы что-то делаете, в этой непростой ситуации экономьте силы и делайте наверняка. Нужно или бить, или не бить. Еще один принцип. Если вы не можете сильно ударить, не бейте вообще. Но если вы бьете, бейте так. Во всех смыслах этого понятия. Я не говорю о прямом физическом действии. Для того, чтобы этот удар был эффективный и не ухудшил ваше положение. Берегите себя, дорогие друзья. На фронтах мы не имеем кардинальных изменений на данный момент. Россияне пытаются окружить наши позиции в Северодонецке. Но не в Северодонецке, не в Лисичанске будет решаться исход войны. Главные цели россиян взять эти города. Следующие цели – это Славянск и Краматорск. Россияне встречаются с очень серьезным сопротивлением украинской армии. Украинская армия получает большое беспрецедентное количество на инновейшей техники. Придет время, когда это насыщение станет критическим. Вся страна, все силы и наши союзники работают максимально в этом направлении. Война – это не прогулка, это всем нам известно. Все очень непросто, есть очень серьезное противодействие. Война – это не только действие Украины, это еще действие России. В такой ситуации надо непреклонно, полагаясь на выдержку, полагаясь на уверенность, терпеть и выдерживать. Есть такое выражение – Бог терпел и нам велел. Всем желаю здоровья, сил, чтобы Господь наш берег всех. Аминь. И до новых встреч.